2,5 триллиона рублей таков ущерб, нанесенный Украиной Крымом. Его подсчитала рабочая группа Госсовета Крыма. А предварительный ущерб от водной блокады оценили почти в 1,5 триллиона рублей. Теперь власти Крыма намерены обратиться в европейские суды для признания действий Украины геноцидом жителей полуострова. Это будет обращение как юридических лиц, так и физических лиц. Первые результаты мы имеем. Один из организаторов, главных организаторов энергетической блокады, некто Ислямов, ну это тоже наш в том числе крымчанин, сейчас в Украине, он уже осужден. Обсудили и внедрение мер господдержки в сфере отдыха и оздоровления детей, которая пострадала из-за пандемии. Летом 2020 года в стране работало всего лишь 20% от общего количества организации отдыха детей и их оздоровления в 59 субъектах России, в которых организованно отдохнуло 5%, что в 6 раз меньше, чем летом 2019 года. Мы прекрасно понимаем, что дети это святое, что это будущее и ответственность за них даже не административное, а уголовное. Кроме того, парламентарии обсудили ряд законодательных инициатив, касающихся использования иностранных слов в рекламе на территории Республики. Власти намерены бороться со слепым подражанием Западу, например, при помощи штрафов от трех до пятисот тысяч рублей. Найдите во Франции русское название. Они не стесняются своего языка. Там нет немецкого, например, ни одной надписи нет на английском. Там все на французском языке. И все это выглядит совершенно естественно. Почему меня нужно назвать другими именами, если меня зовут Владимир. Но мы так можем дойти и до этого. Поэтому это нужно останавливать. Действие совершенно символичное. К чему это все идет? Это потеря идентичности. Очень опасно. Инициативу поддержала Комиссия Совета Законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему России. После утверждения соответствующего постановления в Госсовете поправки будут направлены в правительство России и Госдуму. Такие новшества необходимы для защиты русского языка от влияния иностранных заимствований. Спасибо. Спасибо.